Знаю и помню, как очень опытного и мудрого редактора лучшего издательства в художественной литературе. Я хочу поблагодарить за то, что, вручая, вручусь мне эту премию, они дали мне, предоставили редкую возможность критику, которой всю жизнь занимается поэзией, перечитать прозу великого русского классика, как правильно сказал Шарфунов, неоцененного в полной мере лицкого, и прежде всего его замечательное, поэтичное, глубокое произведение «Очарованный странник». Я получила редкую возможность перед этой премией перечитать это произведение и вспомнить места своего детства и своей юности. Это Воронеж, это Митропаневский монастырь, это Задонск, это святитель Тихон Задонский, это все места, так сказать, Воронежского края. Я должна сказать, что первоначально, может быть, забыли мы, эта вещь называлась черноземный телемак. Телемак – это сын Одиссея, который отправляется в поиски своего отца. Так вот, очарованный странник отправляется по черноземному краю в поисках своей родины, своего народа и самого себя. Когда-то позже, намного в другом веке, Андрей Платонов тоже в Воронеже скажет, что есть мера одаренности людей жизни. И вот у очарованного странника Ивана Северьяновича была вот эта мера одаренностью жизни. Но Лесков приходит еще другую форму. Должно быть природное дарование плюс опыт. А опыт, как мы знаем, это сын ошибок трудных, как сказал Крушкин. И вот в результате этого опыта, этих трудных ошибок, он в конце концов находит себя, находит свой народ. И он говорит замечательную фразу. «Русский человек всегда пробьется». Надо сказать, что я отчетливо увидела, что версты, которыми проходит Лескова, герой Иван Семерьянович, прямым путем везут в 20-й век к верстам Марину Светаева. Ее сборник так и назывался «Версты». И там есть потрясающее стихотворение. Над синегою подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь. Бредут слепцы к калужскую дорогой, калужской, пестиной, прекрасной. И она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме, поющих боку. Когда-то австрийский поэт, а я была в Австрии, занималась этим поэтами, многими другими австрийскими поэтами, переводила стихи Трапля. Когда-то посетив Россию в начале 20-го века, он назвал ее второй родиной. И он сказал замечательную фразу. «Слово должно стать человеком». Вот опыт Лескова, когда мы говорим и размышляем, и спорим о современности и о том, как им должно быть искусство, нам Лесков напоминает. «Слово должно стать человеком». Вот как стал человеком очарованный странник, герой Иван Северьянович Галаган. Будем помнить об этом. Спасибо. Всем спасибо. Дорогие друзья, мы предупреждены коллеги славы нашей другой премии «Словец связующей аминь». Я думаю, никто не станет возражать, если я скажу, что труд подружественного перевода сегодня очень нужен и очень важен. Мы живем в многонациональной стране, говорящей на многих языках. Если в советский период нашей истории русский язык преподавался настолько серьезно, что большинство представителей молодого поколения живущих в иностранных республиках могли на языке оригинала читать русскую галактику, то сегодня дело обстоит куда как хуже. Русский язык с этой истории отбегается на второй план и попадается в школах недопустимой легкостью. Вот простой пример. Не так давно мы с делегацией писателей были в Япутии. Это в непонятной красивой земле, территории которой способны уместить все западную Европу. Япуты, они еще более русские, чем мы. Зовут их Ивана, Сидора, Василия, Сергея. И фамилию у них пусть есть Иванова, Петрова и так далее. Но вот если возьмем, например, молодого якута, десятиклассника Ивана Иванова, откуда мы здесь глубины, то можно убедиться, что и Бородский он говорит уже неважно, и читает, и того хуже. Если спросишь его, кто такой Пушкин или Гоголь, он лишь пожмет плеча. А если задашь ему вопрос о православной вере, о вере его отцов и дедов, он вообще тебя обдаскали еще взглядом, потому что сегодня в Якутии насаждается так называемый пульт предков, но это не тот невинный пульт, который существовал в дохристианский период, народный север. Это специально сконструированный, нарядах Патамака, очень агрессивный пульт, который враждебно относится к всему русскому, особенно к православной вере. Власть наша, как и обычный вид гост. Поэтому нужно возвращать в школы нашу классику, пускай в переводах, пускай через переведенные произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, они возвращаются к русской классике, пускай будут существовать, как и раньше было, это взаимопроектирование культур, оно сегодня так необходимо. Поэтому труд переводчиков очень высокий. Я выражаю благодарность всем. Сегодня от имени жюри вручу награду «Лучше». Итак, в премии 2018 года присуждена Елене Олеговой за перевод на болгарский язык книги Кеоргия Адамовича «Единство» и другие стихотворения. Поздравляю, библиотно поэт, национальный, замечательный друг, человек, это не сбудет. Да не говори так больше «веценат», это не русское слово. Да, большое слово. Вот это вот «веценат» — это «веценат» — это «веценат». Непонятно. Врач-веценат, а где-то есть. Друзья мои, знаете, вот эта премия, всегда думаешь, как ее правильно назвать премию, да, так сказать, за что? Слово «невярцы» — тоже пропаганда русской литературы. За любовь, потому что судя переводчик, который переводит с русского языка на свой родной язык, на болгарский носитель, он может только любить Россию. Больше у нее мотивации нету никакой. Поэтому, друзья мои, Леночка, я ее знаю достаточно давно, значит, она в боже судеб заканчивала литературный институт наш, кстати, когда это еще было возможно, когда учились представители всех стран и народов. Как раз на рубеже развала нашей социалистической родины. Она вообще родом из родов, это родина Орфей. Что говорить о болезни, если она родилась на родине Орфей? И особое ей, конечно, внимание за ту переводчику деятельность, за особое внимание в той части литературы нашей заубежной литературы. Она полностью перевела практически в бюро Иванова, как в Балгарске, она издала монографию о нем, защитила докторскую десятку, а сейчас она недавно выпустила книгу, закончила тот наш родитель. Тоже замечательный поэтов, 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 Георгия Адамовича. Леночка, позвольте вручить эту время и пожелайте вас. Но я решила написать с презерат, поскольку вългнулась и что въедете във, и във, и във, и във, Дорогие друзья, прадожни, хочу поблагодарить всех вас за время. Въй казали мне високо и чест, а верясь, потому что я сделала. Благодарю всех членов жюри и Илера Александровича Сморкина и его председателя. Прежде всего, благодарю Дмитрия Александровича Мизгулина, который помог мне издат две книги Георгия Адамовича на българскими языками. Единства и другие сних ударения и коментарии. Несколько лет тому назад я познакомилась с Аркадием Григорьевичем с Галфима Моймитаборскими. После разговора с ним и после многих разговоров с меми друзьями и Сергей Козлов, тоже и Дмитрий Мизгулин, я поняла, почему Сибирь земля необыкновенная. Она принимала мятежных детей России всех времен не как чьих-то врагов, а как своих детей. И именно они, эти большие дети Сибири, воздвигали города Сибири, прокладывали дороги Сибири, выстраивали культуру и духовность Сибири, превращали Сибирь в крепость России, которую никакая сила не сможет ее не расчитать, не погубить. Поздравляю вас, Аркадий Григорьевич, с 25-летием общественно-благодарительного города возрождения и отоборства. Поздравляю всех ваших сотрудников и друзей и благодарю вас за все. Поскольку через два дня будет 3 марта, а у нас это национальный праздник, День освобождения Болгарии от Курецкого Игоря, от имени своего народа благодарю России, русского народа, русских солдаток и офицеров за их великий покой и самопожертвование во имя нашего освобождения. Благодарю всех вас и потом за дружку и приятелство, которое никакие политики и всякие незменные людишки не пройдут, если мы не отразались бы от своих себя. Спасибо. Спасибо. Премия 2018 года присуждена в мире Орбан на перевод на сербский язык слово полку Игорева. Поздравляет поэр что такое слово полку Игорева для русской культуры, отечественной литературы, я думаю, в этой аудитории объяснять рассуждание на эту тему не стоит. А для перевода это сложнейшее удивительное произведение с невероятной поэтической архитектоникой, еще и языческой и грестианской символикой. Нужно настолько проникываться, несколько лет ушло на перевод, только комментарии, выполненные Верой Корвуд, составляют 40, около 40 страниц. Это же настоящий научный просто хитонический труд. Собственно, кто-то и сказал, что это подвиг, духовно-нравственный подвиг. Одна вот из современных поэтист по поводу перевода выразилась так. Вот говорят, перевела, а я ведь урок перелила, по-моему, это именно тот случай. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хотя не много языческих элементов, но в категориях тоже много языческих элементов, но в самом деле она глубоко религиозная, значит она актуальная, ее надо читать в смысле слова, теперь еще актуальнее, чем она была раньше. По-моему, каждый из нас уже не помнит, что тогда, когда писалось слово, не было вообще, не было фикшена. Это не существовало, это правда, истинно. Вот затмение в человеке, куда он вело, и как он вышел в его роде, в роде, в роде, в роде, в роде, в роде. Это все надо читать, даже политика тоже очень поверила. А если вам это не мешает в программе, я бы прошла несколько, как это звучит в моем переводе. Третий, у меня три перевода. Номинальный, как говорится, в слове, потом верлик, и вот стих. Так что тема, на самом деле, мне захотелось. А я почти не могу сказать, что это я оставлю в нашей эфире. Послушайте, много сербизмов, в словах, вы это знали, много болгаризмов даже, ничего нет случайного. Послушайте, так что вы можете сказать, что это старый наш опшиник. Послушайте, первая, уход. Како валя, братья, да почнемо о покоду Игоровом слову, да речима древним опишемо шта се сбило у времену нового. Опаеваемо боле на наш начин времен рата и мука и рана, и то беше у времену наше неку доба внутрь војака. А Миса обојанова смела, кад би хтела песмом да прозбори, ко орао под облак се пела, ко под вука потекла по гори, верала ко вевелица трву. При помену книжевских победа и подвига, што су били прво, десетину сокола би редо припуштао на лагуђе јато, чий соко први јато стигне, та ји добија част великој датоли. Пре свих он би песмом од старине прослављао старој Ярослава, из пансислава, вићог храба, хнеза, што о степи, из високих трава, прасогу ухе деди врат пререза, а на утуг небројеном пуху. Ил роман, дићно, као уштаб, свјатослава, сирно, кају. Али то Бојана јако не пућта соколове, оштровке, сиве, то прстима спретним он пребира, струне, које дрепере, кој живе, звоне, кусле Бојанова лира, брује саме и кад јих не лира. Поћећемо, браћо, повејст ово од времена Владимира Древно, до Игора, нашог хнеза новог, што у већ зафе племенитим хневом, у жевноћћу што срце наоћтри, ратни дух потакнућ на гнушку, он одлучи храбро да завојшти пројд хуна, а за земљу руску. Спасиба, руска. Премия 2018 года присуждена Фролову Геннадију Васильовичу за перевод на русский язык современной поэзии народов России. Поздравляю твојата новог, чејанец. Дорогие друзья, когда-то наша страна очень серьёзно относилась к литературному переводу. И тогда появились такие имена, как Расул Галзатов, Касин Кулеев, Кустай Капин, Фазу Алиева, много-много замечательных имён. Но вот мы живём как бы в другой теперь стране, в каком-то смысле и во многих смыслах. И теперь отношение государства к этому делу, я бы сказал, ничтожное. Вообще не уделяется этому делу никакого внимания. И поэтому сейчас мы не знаем, так сказать, какой... Мы не знаем, чем дышит, так сказать, вот литература в Якутии, в Дагестане. Мы знаем почему. Потому что у нас есть друзья, и более-менее не знаем. Но там появляются...